Директива в действии. Укрепление общественной безопасности и дисциплины обсудили на минувшем заседании Горисполкома. О совместной работе силовых подразделений и ее результатах. Ирина Богомолова. Сколько будет стоить квадратный метр в ближайшее время? Что грозит за несанкционированную свалку? И кто сможет оздоровиться в детских лагерях этим летом? О самом интересном и актуальном Николай Силков. Без талонов и очередей. Бобрус – территория здоровья. Бобручане воспользовались услугами мини-поликлиники. Показатели своего здоровья узнала и Ирина Богомолова. Укрепить безопасность, усилий, дисциплину. На заседании Городского исполнительного комитета рассмотрели итоги действия директивы номер один. Вся работа по ее реализации сводится к одному – сохранить жизнь и здоровье человека. В поле зрения органов местной исполнительной власти находятся все направления директивы – правоохранительная деятельность, пожарная и трудовая безопасность. Положительный эффект есть, но негативные тенденции налицо. В частности, это касается состояния преступности в Бобруйске. За 9 месяцев 2016-го она выросла почти на 7%. Возросло число тяжких и особо тяжких преступлений, умышленных убийств, разбоев, хулиганств. Наиболее неблагополучная обстановка отмечается на территории Ленского района города, где по-прежнему отмечается устойчивый рост числа преступлений. Наряду с ростом общей преступности на 6,6% и уровнем преступности на 10 тысяч населения с 82,4% до 88% допущен рост бытовой на 10,5%, рецидивный на 16% преступности, умышленных убийств на 150% и других преступлений. Основная причина преступного всплеска – слабая профилактическая работа органов внутренних дел. В этом году резко увеличилось количество преступлений, связанных с уклонением от воинской службы – с 7 до 39%. На сегодняшний день необходимо отметить, что данная ситуация несколько улучшается в плане освещения данной проблемы в средствах массовой информации и учебных заведениях. Отдельно коснулись и пожарной безопасности. Два года назад в Бобруйске был принят городской план координации действий субъектов профилактики по предупреждению пожаров и гибели людей на них. Сейчас в городе проходит республиканская акция «Не прожигай жизнь». В начале осенне-зимнего периода эти вопросы наиболее актуальны. Они связаны с эксплуатацией печного отопления и электрооборудования, которое в зимний период эксплуатируется на больших максимальных мощностях. Поэтому и Бобруйский город, и все подразделения МЧС республики включены в эту акцию. Также включены в эту акцию субъекты профилактики, все смотровые комиссии. Что касается статистики, то в Бобруйске минус 18 пожаров к уровню прошлого года. Самая частая причина – неисправное печное отопление и неосторожность при курении. В большинстве своем – в нетрезвом виде. Цена беспечности слишком велика. С начала года на пожарах погибли трое бобруйчан. Поразительное бескультурье в культурной столице. Цветы в городском парке стали объектом хищения. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как ночью под проливным дождем. Вороватая бобруйчанка сначала выкопала растущие на клумбе 14 кустов европейской форзиции. А затем, когда миновал милицейский патруль, сложила все в мешок и унесла. Эти кусты были высажены на 70-летие победы, великой победы нашей. И высажены были представителями городской исполнительной власти в рамках развития и постройки аллеи славы. Ушлые тетеньки, посмотрев, как летом было красиво в парке, приходят его в кавычках «окультуривать». Это уже не первый случай, когда растительность парка подвергается нападению нечистых на руку бобруйчан. Администрации и учреждения культуры то и дело приходится переквалифицироваться в сыщиков. Сначала вычислять злоумышленников, а потом их отлавливать. Раньше в парке высаживались различные растения, красивые цветы. Это стоило больших денег. В тех старых еще деньгах на дожинке было высажено цветов на 200 миллионов. На следующий сезон цветов не осталось. И, соответственно, дирекция парка была принята решение высаживать более простые цветы, растения, из них устраивать какие-то композиции. Но и даже эти простые цветы, бархатцы болеро, желтенькие, бордовенькие, приходят и выкапывают. Заявления и кадры видеонаблюдения по этому инциденту уже находятся в милиции. Если личность женщины будет установлена, ей придется ответить за мелкое хищение. Дирекции парка остается только призвать к совести бобруйчан, и, возможно, ситуация повернется в обратную сторону. Весной горожане помогут парку зацвести новыми яркими красками. Будет организована акция по благоустройству. Стоимость квадратного метра в ближайшее время в Беларуси существенно меняться не будет, заявил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. Показатель стоимости квадратного метра жилья с господдержкой составляет 764 белорусских рубля. О перспективах развития строительной отрасли говорили и в Бобруйске. С коллективом Беларуси-генотехники в рамках Единого дня информирования встретился министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. Он рассказал о сложившейся ситуации на рынке строительства. Бобручане интересовались опряткой льготного кредитования, задавали вопросы, касающиеся налогообложения. Вы все являетесь платенщиками подоходного налога. На сегодняшний день 13%. Это шкала плоская. И эта ставка одна из самых низких в Европе. В Могилевской области за 10 месяцев ликвидировано 800 несанкционированных свалок из 945 выявленных. Органы Государственного санитарного надзора вынесли порядка 3000 постановлений о наложении штрафа за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Руководителям организации предприятий было выдано свыше 8000 предписаний и рекомендаций. Ответили за разведенную грязь и некоторые владельцы частных домов. Граждане выбрасывают растительные и древесные отходы, песок, стройматериалы. К административной ответственности привлечены 223 человека. Штраф за подобное нарушение до 30 базовых величин. В Беларуси размеры дотации на путевку в оздоровительные лагеря в следующем году вырастут в среднем на 9%. Будущим летом, как и в предыдущие годы, путевками в лагеря обеспечат всех желающих и нуждающихся в оздоровлении. Это более 30% школьников страны. На эти цели в 2016 году было направлено около 35 миллионов рублей. Из них на подготовку лагерей к сезону 540 тысяч. На летних каникулах в лагерях всех типов было оздоровлено свыше 360 тысяч юных белорусов. Максимальная концентрация медицинских услуг в одном месте. Бобруйск на два дня стал эпицентром паломничества приверженцев здорового образа жизни. Почему горожане спешили не в поликлинику, а во дворец искусств Ирина Богомолова? Не секрет, что попасть к узкому специалисту всегда проблема. И даже не потому, что в городе их мало. То времени нет, то дел слишком много. Поэтому новость об акции «Бобруйск. Территория здоровья» мгновенно распространилась среди жителей города. В первые часы работы мини-поликлиники яблоку негде упасть. Для меня и для всех это очень необходимо и нужно, потому что все сконцентрировано в одном месте. Все врачи, без очереди, добродушные отношения, улыбки, профилактика. Ну, просто замечательно. Хорошая польза, особенно вот эти массажеры. Я измерила свой рост, вес, давление. Ну, все интересное. Здесь дают попробовать много вкусняшек. Вкусняшки только с пользой для здоровья. Мед от пчеловодов из разных стран, фиточаи, кислородные коктейли. Евгения Гринь работает у известного барановического травника Николая Огренича. В «Бобруйск» женщина привезла около 50 видов сушеных лечебных растений. Фитосборы излечат от диабета, панкреатита, похмелья, гипертонии и болезней суставов. Зачем лечиться, если можно не болеть? Вы знаете, что травники и медовики живут очень долго. Мне 63 года, 64 год. Я прекрасно себя чувствую благодаря этим травам. Пищевые предприятия «Бобруйска» продемонстрировали линию здорового питания. Библиотекари и валиологи поделились литературой по здоровому образу жизни. Тестирование медицинской техники, лекции и лечебная физкультура. Каждый нашел, что ему по душе. Специалисты при выявлении каких-то факторов риска дадут свои рекомендации. Ну а если увидим какую-то патологию, то, безусловно, мы дальше возьмем этого пациента на диспансерном наблюдении, а при необходимости и займемся непосредственным лечением. Кроме людей старшего возраста, а именно они чаще всего посещают учреждения здравоохранения, было много молодежи. С этими людьми можно работать активно, и мы можем повлиять на их судьбы и на их здоровье. Тем более, что, как я уже и говорил ранее, 50% здоровья человека зависит от его образа жизни. Помогают волонтеры медицинского колледжа, которые измеряют артериальное давление и беседуют с посетителями. Как отмечают сами студенты, акция привлекла тем, что направлена на пропаганду здорового образа жизни. Купить полезные товары можно будет до 20 ноября. Анастасия Хурсан, Ирина Богомолова, Иван Боровой. Сегодня в Бобруйске. Продажа готовых квартир от застройщика. Самая низкая цена в Бобруйске. 970 рублей за квадратный метр. Справки по телефону 48 12 20, мобильный вулком 141 19 66. Субтитры создавал DimaTorzok